Приветствую вас! Вы знаете, я очень скептически отношусь вот к такой постановке вопроса, когда говорят, перестать, значит, подавить, убрать, вбавиться, побороть, потому что за этим стоит всегда на самом деле насилие над личностью, за этим всегда стоит какой-то негатив, что-то угрожающее, что-то давлеющее, вот, а это означает, что человек, он не свободен, ну, по сути своей. Вот. И вы знаете, вот если вопрос ставить так, да, то есть если вопрос вот таким образом ставить, что, допустим, ну, то избавляться от ревности как бы не надо, да, что нужно не изгонять ее словно бесов, а нужно увидеть, что за этим стоит, нужно раскрыть это чувство, вот, увидеть какие желания, какие чувства, мысли за этим скрываются, вот, и тогда мне кажется, что ситуация будет идеально вообще, просто раскрыта для вас, она будет идеально раскрыта для любого человека, с которым вы будете взаимодействовать, вот, ну, в том числе, да, и будь то девушка, будь то, значит, там, другие люди, вот, какие-то, и так далее, вот. То есть мне кажется, что вот здесь самое главное понять вот этот момент, мне так видится ситуация, то есть перестать, перестать, стараться подавить себе, что там, да, перестать, стараться подавить себе негатив, который есть, и, значит, просто-напросто лучше скучит себя, то есть ваши желания, которые стоят за ревностью, да, они никуда не уйдут, и, допустим, вы будете подавлять ревность, да, допустим, вы научитесь контролировать свою ревность, но вы не будете проявлять ее, вот. И ситуация лучше на самом деле не станет, потому что все проблемы, которые стоят за ревностью, да, они никуда не уйдут, вот. А они уйдут почему-то, потому что вы их обесцениваете, вот именно в глубине, да, своей души, вы, скорее всего, обесцениваете, вот, то, что, значит, то, что вы чувствуете. Вот. А это, это неприемлемо. Совершенно неприемлемо. Вообще. Вот. И потому, потому, да, и нужно, сперва, говорить о других моментах, не о том, чтобы перестать ревноваться. О том, чтобы увидеть, что скрывается за ревностью. А за ревностью скрывается, как правило, несколько основных моментов. Первое, это неуверенность в себе. Второе, это отсутствие собственной значимости. Третье, это страх одиночества. Вот. И так далее. То есть, вот эти вещи, они чрезвычайно важны. И вам, вам нужно начать именно с этого. То есть, с принятия себя, с коррекцией собственной значимости, с которой у вас есть проблемы. Как? Вы уже поняли. Я надеюсь. Да, потому что через девушку вы пытаетесь, ну, пытаетесь реализовать то, что вам не хватает, то, что вам хочется. Вот. Значит. И самое главное, это, пожалуй, неуверенность в себе и сравнение себя с другими людьми. Вот. То бишь, чувствовать чувство стыда. Вот. Ага. Все это вот достаточно такие очень важные моменты. Но важен еще опыт. Важен еще опыт. Что значит опыт? Это значит, что в вашей жизни были такие моменты, такие события, такие эпизоды, когда кто-то кому-то изменял. Я так думаю. Ну, например, в семье это происходило. Вот. Вот. Или что-то в этом роде, то есть закрепился страх измены. Вот. А вместе с этим негативные мысли и о себе самом. То есть вот здесь неплохо было бы проанализировать чувства в первую очередь. Да, то есть вот чувства. Какого плана? С планом? С чувством. То есть вот, например, например, вы представляете себе, да, ситуацию, что вам, например, изменяют, да, или ну вот что-то такое. Вот. И, соответственно, вы, значит, думаете, вот, ну хорошо, вот. Вот. Значит, я представил себе, что у меня такие мысли о себе, не о другом, о себе, то есть это мне плохо. Я о себе думаю плохо. Вот. Вот. Откуда такого типа мысли? Знаете? Вот. Вот. Вот это важный, важный аспект ситуации. Понимаете? Вот. 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 мысли, чтобы не раскрыть вашу проблему. То есть стать более зрелой личностью, чтобы не ревновать, чтобы спокойно воспринимать возможность выбора, например. Своего, ну, пути, жизненного. Вот. Чтобы он, ну, если человек решить, например, да, допустим, вам, допустим, ну, или уйти от вас, или с другими встречаться, насчёт мужчинами, да, а может быть вообще случится что-то такое, что человек поймёт, что он, там, в другой организации, например, такое тоже бывает, по нынешним временам, временам. Вот. Вот. То вы воспринимаете это адекватно. То есть не как, не как ущерб себе, не как негатив для себя. А вы воспринимаете это максимально позитивно. То есть это выбор человека, которого вы любите. Вот. И исходя из этого, в принципе, я думаю, несложно догадаться, что надо бы в том числе, да, в том числе определить ещё и то, как вы воспринимаете девочку. То есть вы воспринимаете ли вы её в качестве, допустим, ну, в качестве средства для достижения своих целей, например. Или вам, в принципе, вот вообще не так это важно, главное, чтобы она была счастлива, главное, чтобы у неё всё было хорошо и всё. Вот. А мы понимаем сейчас то, что раз вы ревнуете, да, раз вы ревнуете, значит, скорее всего волнует вас не она сама, а то, что она вам даёт. Ну, ну, потому что для вас это важно, верх мотивации. Вот. Имеет место быть. И вам, вам, вам нужно, соответственно, увидеть, какую цель вы реализуете через, собственно, девочку. Вот. Потому что никто не заслуживает того, чтобы его, ну, вот, использовать. Я верю в то, что вы делаете это не специально, да, я верю в то, что вы этого не хотите, я верю в это. Но, как бы, вы сами не удовлетворены, вы сами не пол, не полстны, то есть в том плане, что вы негармоничная личность, да, вот. Вот. И мы выстраиваем эти отношения. Вот. Ну, с девочкой. Конечно, из этого не получается чего-то хорошего. И, конечно, есть ревность. Вот. Это нормально. Это нормально. Есть ревность. Ревность вообще нормальная штука. Это говорит о том, что у вас есть определённые проблемы. И зачастую это бывает, зачастую есть мотивы ревновательности. Например, у человека, допустим, заниженная самооценка, например. Ну, просто вот такой банальный пример, да, у человека, заниженная самооценка, допустим. И, значит, значит, ну, вы как бы сами себе можете пытаться показаться, доказать, что вы не достоин хороших отношений. И вы будете делать всё для того, чтобы это доказать. Понимаете? В такой вот случае ревность ваша, она ещё и мотивационно подтверждена мировоззренческой позиции. Понимаете? Вот со всеми этими вещами нужно разбираться. Пока что я рекомендую вам подумать, значит, с чего же выходите. И есть, значит, вариант, каждый раз, когда вы ревнуете девушку свою, значит, награждать позитивными эмоциями, да. То есть ревность трансформировать в позитивное поведение. Это тоже вы можете сделать сейчас. А так только работа. Работа индивидуальная. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку в дурак, помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, я желаю вам всего самого доброго и удачи.